— Не, ну это впервые у меня так. Это впервые. Первый раз в жизни я вот так вот взял и оплошал. Остался всего-то один месяц до открытия охотничьего сезона. А собаки у меня нет. Прекрасная гончая моя гордость и утеха. — Чайка. Она неожиданно заболела. И сдохла. И словно той борзы я рыскал по городу в поисках собаки. И все безрезультатно. Выручила жена. Моя собака. — Тебе Василий что-то писал о собаке? — Василий что-то писал. Слышишь? — вспомнила она. — И как это я забыл? И в самом деле мой друг Василий Сенькин, он не раз хвалился мне своими хорошими, дюже хорошими собаками. Как я мог забыть? — А может, — думал я, — счастье мое там где-то бегает. Бегает. А я его никак не выловлю. Где-то там оно. Где-то ж бегает. Счастье. — И вот я уже у дома товарища. Василий, наверное, увидел меня в окно и сразу же выбежал навстречу. — Ну, здорово, друг! — еще издали кричит он. Обнявшись за плечи, мы идем к нему. — Как собачку найдем, а? — сразу же нетерпеливо спрашиваю я. — Есть собачка мне? — О чем разговор? — смеется Василий. — Сам знаешь, мы охотники, мы не любим слов на ветер бросать. И принимается подробно, подробнейшим образом рассказывать о старике Архипыче и его гончей. — Уговорим его. — Продаст собаку, — заверяет он. Вдвоем идти к Архипычу нам так и не пришлось. Едва переступили порог дома, как подбежал шустрый мальчонка, и передал Василию, чтобы он немедленно шел в правление сельсовета. Немедленно в сель Радо и Де. И я решил идти один, одинешенек, я кто и отшельник. А дом Архипыча был неподалеку. Через несколько минут я уже подходил к изгороди. Издали виднелась надпись. Во дворе злая собака. Не подходи. — Ха! И, поразмыслив, я толкнул дверь и шагнул вперед. — Где твоя собака? И у дома, под окном, во весь рост поднялся гончий. Высокий, с мощной грудью, он стоял, как вылитый из бронзы. — Угу. — Как та статуя. И я невольно залюбовался им. Он, наверное, заметил мое восхищение. Сразу же. И злые огоньки, появившиеся вначале в его глазах, они подутухли. И он мягко опустился на подстилку, положил свою голову на передние лапы. Все. Ждать. Архипович — старик лет семидесяти. А он встретил изумление. — Ну и ну! — только и вымолвил он. — Ну и ну! — Собаки. — Что такое? — Так она же тигра. Настоящая. И он показал рукой на эту собаку. Деревенские боятся за изгородь заходить. А для приезжих вон. Бачил, чине. Внучка написала табличку. — А нас вот и не лает. — На вас не лает, смотрю. — Че это с тобой, а? — Трубач. — Че не трубишь, а? И старик ласково посмотрел на гончего. А трубач так и лежал и виновато отводил глаза в сторону. — Что? — Заховал трубу свою. Трубач ты. — А вы что, не покупать ли его пришли? — обеспокоенно спросил Архипыч. — Ну, желательно купить бы собаку. — Хм. И старик задумался. Затеребил свою бороду. И долго собирался с мыслями. И когда он заговорил, в голосе у него была только одна грусть. — А ты знаешь, жалко мини его. Хороший гонец. Не продал бы даже за то золото. — Да он сам за меня все решил. — Бачил? — Он сразу же признал в вас хозяина. Так что, видать, судьба. — Эх, ноги-ноги. Рано вы состарились. И трубач так и лежал в прежней позе и думал о чем-то своем. Глаза его смотрели в одну и ту же точку. Архипыч, не пересчитывая, бросил деньги на подоконник и отвязал цепь. Передал мне и, не сказав ни слова, пошел прочь. — Ну что, трубач, пора. Пойдем. Для начала на вот конфетку скушай. И он равнодушно понюхал ее. — Ха, тоже мини. Но не хочешь, как хочешь. И трубач пошел покорно. Только у самой изгороди повернул голову. А кинул прощальным взглядом в свой бывший двор. Дома нас встретили с восторгом. Особенно радовались дети. Конечно, такая труба. Трубач с ними подружился очень быстро и крепко-накрепко. Как и был здесь. В первую же минуту восьмилетняя Галя попросила у него лапу. — Ну, дай лапу. И он подал ее. — М-м-м, здоровкается. — Хе-хе, здорово. Но признавать жену трубач никак не захотел. — А-а-а, конкуренты. Она попыталась его погладить. Он как зарычит. — А-а-а, показал клыки? — Не подходь. — Не подходи. — Плохая жена, значит. — Да? — Че не? И пришлось задабривать колбасой. Но он так и не разрешил подойти к себе. А я, я с нетерпением уже ждал начала охоты. Где она? И вот этот заветный мой день наступил. Сбылась мечта идиота. Иду к вокзалу. Слева на поводке трубач. В тот день мы отлично поохотились. Три беляка взял с гона я. Три. И одного приятель, случайно встретившийся в лесу. Тогда я не знал, сколько хлопот и неприятностей принесет встреча с этим приятелем. Ха, м-да. Тогда еще я этого ничего не знал. А шли дни. Охотничий сезон приближался уже к концу. Завершался. Но я, знаете, я не жалел об этом. Удача сопутствовала мне. М-м-м. Лакки-страйк. Еще ни разу не приходил я без добычи. Но ни разу такого не было. Чуть ли не каждый день стал ко мне ходить Похоруков. Это тот самый приятель, видевший работу трубача. Похоруков. За собаку он предлагал очень большие деньги. Ну, продай, — приставал он. Три цены тебе даю. Продай. А я обрывал его. Но он снова и снова начинал разговор. Я не знал, что такие же разговоры Похоруков вел и с моей женой даже. Со всех сторон заходил. Ты, да и вы. И повела на меня атаку и она. Со всех сторон обгородили. Ну, продай ты трубача этого. Продай, — убеждал. Иначе греха наживешь. На днях он женщину едва не покусал. Что? Что тогда будет? Продавай его. Ну, не покусал же, — отвечаю я. М-м-м, меня чуть не съел. Хм, чуть, но не съел. А чуть не считается. Хм, а если на галку нашу набросится? Не набросится. Он набрасывается только на тех, кто его не любит. Но все равно, все равно. Продай все-таки ты его от греха подальше. Я не продам. И не приставай больше с такими вопросами. И жена вдруг начала сердиться. М-м-м, оскалилась собака. Это что же выходит? Для тебя собака дороже семьи, получается? И вот и на-ти, таежный тупик. Приехали. Приходилось отмалчиваться от греха подальше. Ну, все равно, вы знаете, я понимал жену и очень сочувствовал ей с ее стороны-то. Вся беда заключалась именно в том, что трубач не признавал в ней хозяйку. И не туда, и не сюда. И что ты будешь делать? В тот день, когда я принес трех зайцев, едва не случилась беда. Я положил беляков в коридоре. И пробежали дети, и начали разглядывать их. Не утерпела и жена тоже. И она решила погладить зайцев по шерстке. И нагнулась к ним. И трубач как метнулся к этим зайцам. И жена упала на пол. Ага. А будешь? А он, извиняясь, едва заметно шевельнул хвостом и сразу же отвел глаза в сторону. Мол, это не я, да? Знаете, я даже не мог его упрекнуть в этом. Ни в чем не мог упрекнуть. Ведь это добыча. И его в том числе. А она? Вот она как в этом всем поучаствовала? А? Ага. И он все мне сказал. Мол, не сердись, мол, хозяин. Кусать я даже не собирался. Я только напугал. Чтобы не лезло ни в свое дело. Ни своим носом. Ага. И вы знаете, я по глазам все понял. Вот с тех самых пор и зародилась между ними вражда. Атаки жены были так стремительны и последовательны. Что я вынужден был отступить. Сделав один тактический маневер. — Хорошо, — сказал я. — Тебе не нравится собака? Отдам ее брату. Но продавать ее я не буду. Пусть Пахоруков не ходит по пятам. — Скажи ему. — Так сама и скажи. Вот на том и порешили. А брат мой жил в другой области. И отпуск намечался осенью. И я надеялся, вдруг к тому времени все наладится. В начале августа жена решила сходить в лес по грибочке. Вместе с ней пошла и дочь Галочка. Вместе пошли. И я не беспокоился за них. Я знал, что жена не раз бывала в Игнатовском. Хорошо знакома с окрестностями. Но случилось несчастье. Оно само пришло. На работу пробежала соседка. И со слезами рассказывает, что Галочка потерялась в лесу. Потерялась я, Галя. И что жена меня ждет с восьмичасовым поездом. Но вот вы представляете только мое положение. Наступает ночь. А моя Галочка одна одиношенька. В лесу сидит где-то там. Ку-кует. Но я бегом бегу домой. Спотыкаюсь. Бегу, чтоб переодеться. А мысли об одном. Не знаю, как все получилось. Только на вокзале подбегает ко мне трубач. Моя собака. И виляет хвостом. Вот что мне делать? Иди домой. Домой иди. Слышишь? Командуя ему. Он нехотя, но повинуется. Нагнул голову. И скрылся за углом здания. И паровоз дает гудок. А из-за угла выскакивает трубач. И прыгает на площадку вагона. Ишь ты! А в Игнатовском встречает заплаканная вся, совсем подавленная жена. Ну, как могу, успокаиваю. А у самого ком в горле стоит. Отправляемся к месту. К месту, где потерялась дочь. К исходному. На позицию. Трубач идет рядом. Самый верный солдат. Углубляемся понемногу в лес. — Мы здесь были, — указывает жена на полянку. — Вот здесь мы были. Прямо здесь. Набираю в легкий воздух и кричу. — Галя! И эхо. — Я-я-я! — раздается по всему лесу. Прислушиваюсь. Ответа нет. Снова кричу. И опять нихрена не слышно. Оглядываюсь и вижу, трубач размахивает хвостом своей антенной. Жадно принюхивается и стремглав бросается в чащу леса. Жена поднимает заплаканные глаза. И тут я замечаю эти искры надежды. — Он и меня в лесу ищет с лаем, — продолжаю я. — Так что пойдем за ним. И голос собаки стих. — Неужели потерял след? — спрашивает жена. А в глазах у нее тревога. И самое главное — надежда появилась. И трубач снова подал голос. И умолк. — А? Паровоз. — Ну в чем дело? Скорее в чащу. Все ближе и ближе голос собаки. И вот он уже совсем рядом. И ноги отказывают мне. Жена с радостным криком бросается навстречу галочке и трубачу. Нашлись собаки. И по щекам ее текут слезы. Перестала вслипывать дочь. Перестала плакать жена. Смотрит на трубача. И вдруг смотрю, отпускает из объятий галочку и крепко-крепко обнимает собаку. На веки веков. Ха. Вовсе. Первый раз трубач застучал хвостом. Впервые. И сидеть. И не рычить. Смотрит. Умные глаза собаки как бы говорят. Ну, ладно. Ладно. Чего уж там. Ты это... Заходи. Если чё. ПОДПИСЫВАЮЮЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ Субтитры сделал DimaTorzok Все наши рассказы и аудиокниги «Истории жизни» находятся в плейлисте прямо под видео. Там заходит целая библиотека наших рассказов. Включается все автоматически, один за одним. Не забывайте расписаться, поставить педали под каждым. И я всех проверю. А на сегодня что? А на сегодня все. Услышимся, увидимся уже завтра. В девятнадцать, ого! В нашей радиоизбушке. Заводите будильника. Пишите ваши кометы. Я все читаю. Кометы. Где они? А на сегодня уже все. Споки-ноки. Покедва. Покедва. Покедва.